Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас блюдо из чеченской кухни, называется жжи-канаш. Если я правильно произношу, буду пробовать впервые, уверена, что понравится. В позапрошлом видео я вас просила, что пишите в комментариях название ваших национальных блюд. Я обязательно буду готовить, точнее мама будет готовить, я буду пробовать. И в общем начать я хотела с чеченского национального блюда. Так, попробуем. Мне честно это блюдо напоминает... Блюдо я, которое ела в закатале, там просто было с сушеным мясом. Сушеное мясо это очень вкусно, ребят. Специально надела головной убор, чтобы быть максимально похожей на чеченку. Надела вот такое вот длинное романтичное платье. Пишите в комментариях, похожа ли я на чеченку. Мне кажется, очень даже. Всем моим подписчикам из Чечни хочу передать огромный пламенный привет. Я вас всех очень сильно люблю. Спасибо, что смотрите меня. Я считаю, что чеченцы это очень достойный народ. Они очень честят свои традиции. Очень сплоченный народ. И очень-очень гостеприимный. У меня есть подписчица. И нас есть. Ты меня смотришь, огромный тебе привет. Даже мы уже больше, чем просто подписчица и блогер. Уже в какой-то степени как подружки. И вот она живет в Баку. Мы с ней общаемся. Ребята, это очень крутое блюдо. Обязательно надо снять рецепт. Вот в Грузии мне нравятся грудинские хинкали. Здесь это просто обалденное блюдо. Сказать по чесноку, я бы не смогла жить в Чечне. Но при этом я уважаю ваши традиции. У вас как-то все слишком строго. Я бы сказала. Пюрешечка как в тему. Мясо. Мне нравится. Я просто хочу в этой рубрике, например, я буду снимать видео про казахское блюдо. Я хочу нарядиться, сделать мейк, чтобы я была похожа на казашку. В общем, создавать образы еще, на мой взгляд, будет очень интересно. Сегодня утром к бабушке приходил кардиолог. Врач. С каким-то аппаратом я, честно, в этом не очень разбираюсь. И она сделала вердикт, что у бабушки особо таких проблем со здоровьем нет. Хотя она себя плохо чувствует. И мы все вздохнули. Потому что, несмотря на то, что бабушке уже 90 лет, мы все равно не хотим ее терять, так скажем. Мы ее очень любим. И она как бы является частью нашей семьи. Ожидалось, что вот эта томографа или как она правильно называется, она выйдет намного хуже, чем на самом деле оказалась. То есть врачи сказали, что особо таких глобальных проблем со здоровьем нет. То есть слава богу. Это было утром совсем. Нам сказали, что после обеда врач придет. Так получилось, что пораньше освободился врач. Бабушка молодец вообще. За 90 лет она ни разу не ломала ни руки, ни ноги. Не было никаких серьезных заболеваний. Тьфу-тьфу-тьфу. Не сглазить. Это все, знаете, почему на мой взгляд всю жизнь она жила в деревне и были постоянные физические нагрузки. Моя бабушка сажала картошку. А потом сама же на рынке ее продавала. Сажать картошку, вскапывать потом это все. Это все тяжело и сложно. Все это она делала сама. Абсолютно. Уберем это в сторону. Потому что мне очень понравилось. Очень вкусно. Просто бабушка ложится спать где-то в 8. Ложится спать и где-то она 2-3 часа спит. потом просыпается и говорит, что я не могу уснуть. Ну, естественно, если ты в 8 ложишься спать, ты не можешь спать до 10 следующего дня. Это как бы многовато получается. Чтобы было не скучно, давайте я отвечу на вопрос. Задает его Ксения. Айка, очень хочу купить себе марафон от блогера. Стоит он недешево, но очень боюсь наткнуться на какую-то фигню. Как ты думаешь, стоит ли покупать марафоны и покупала ли ты? Расскажи о своем опыте. Я никогда не покупала, но у меня была одногруппница. Точнее, она не совсем была одногруппница. Она выше меня на один курс училась. просто у нее были срезы и она как бы сидела с нами. То есть она не сдала какие-то экзамены и этот же предмет проходила вместе с нами. Хотя мы на курс младше нее. Ну, в общем, не суть. Она вот как раз-таки мне постоянно рассказывала о своем опыте неудачном. Покупке всяких курсов. Курсы по продвижению. В инстаграм. Курсы роста. Как личность. И вы знаете, каждый раз она отстегивала денежку, покупала, а потом в конце оставалась недовольна. Это не значит, что все курсы они такие. Нет. Я считаю, что покупать информацию за деньги нам это кажется немножко диким, но по сути в универе, например, мы получаем образование, получаем знания и за это платим деньги. Тут то же самое. Просто на мой взгляд тут очень важно у кого покупать. одно дело, например, просто какой-то блогер непонятный, а другое дело какой-то профессор, психолог, человек, который в жизни чего-то добился, например. Например, построил свой бизнес огромный какой-то. я не покупала. Свои какие-то курсы тоже я не собираюсь там продавать. Даже мне вот несколько дней назад писали по поводу мерча. То есть можно всякие там футболки, чтобы у меня вышли, с названиями там, с дизайном, которые я хочу. Там, не знаю, мукбанг или что-то такое. Я ничего не ответила. У меня сразу такая мысль, кто будет покупать мои футболки? Да и зачем мне это надо, если вам это не надо? не хочу в глазах своих подписчиков показаться какой-то попрощайкой, что дайте мне, купите у меня что-то, пожалуйста. Не хочу. Вот вы меня смотрите, мне вот так вот хватает. Вот мне реально безумно неудобно бывает, когда мне пишут, что мы хотим отправить посылку Айке. Мы хотим отправить подарок. Вот буквально неделю назад девчонки писали Легиня. Мне реально так неудобно. У меня сразу такое ощущение, что я людей оббираю. Обманываю. Огромная просто тарелка. Но я доедаю, прикиньте, насколько вкусно. Я не знаю, как вы, я мучной, например, очень люблю. Пельмешки, бюлья, манты, грузинские. Все мучное. Для меня вкусно. Я считаю, что, я считаю, что если денег нет, нет возможности, мне кажется, не стоит последние деньги отдавать на какой-то марафон. Опять же, я не знаю, про какой марафон именно идет речь. Например, я как бы не любила Оксану Самойлову, мне действительно очень нравится Оксана, я бы не купила ее косметику. Тем более, уходовую. Потом в ТикТоке наткнулась на девочку, у которой по всему лицу началась сыпь от как раз-таки косметики Оксаны Самойловой. А вот эта штука типа от прыщей вам поможет избавиться от прыщей. На мой взгляд, это чистой воды разводняк, потому что людей, страдающих проблемам с кожей именно в плане высыпаний очень много и все побегут это покупать. А это на минуточку продается не в аптеке, то есть это не клинически доказанное средство от прыщей. Не знаю, ну такое себе. В общем, я поела. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам не сложно, мне будет безумно приятно, если ты подпишешься и поставишь лайк этому видео. Всех люблю, целую, всем пока.